Пятая Я тебе говорю, мы вовремя Это в самом центре находится Здесь какой-то митинг-хаус Вот это Нурсвестер-топедик Окей А что у нас? Аутофуды Спасибо большое Информация, поэтому все закрыто Такой у них офис На пятом этаже мы находимся Так, я вот в такой пижамке сразу приехала Всегда в пижамах езжу Всегда Я уже это спец по операциям Так, намотала тут себе Эту гульку, но ее вроде Надо будет распускать Шесть утра Так Носочки Как всегда Такую сумочку они дают Вот куда Свою одежду нужно складывать Халатец такой Так, тут уже капельница приготовлена А что у них тут Медбрат Медбрат Они должны пригласить специалиста Не знаю, почему они раньше этого не сделали И сказали, что специалист Только восемь сможет прибыть И потом подготовка И поэтому мой хирург подошел И сказал, что операция У меня будет не первая По плану, а я буду вторая В списке Так что сейчас Сколько там? Сейчас семь часов Так что будем ждать Еще несколько часов Потому что там они будут Перепрограммировать Письмекер Так как я буду лежать Вниз лицом Короче, там свои Какие-то нюансы есть Все, поставили мне IV Вот сюда лучше Она сначала стала Вот сюда в руку колоть Туда так больно Я говорю, давайте вот сюда Выше Вот сюда нормально Сейчас они стали Ну вот последние годы Да, вот такие вот Раньше просто Давали одеяло Нагревали А сейчас вот Вот эту трубу Они Так, как мне ее увеличить-то Вот эту трубу В это одеяло Втыкают И оно надувается И таким образом Нагревается Сейчас я уже нагрелась Не отключили И еще Вот такая вот Новинка, так скажем Для меня Вот они мне поставили Такой патч Он с запахом мяты Это Для того, чтобы не тошнило После операции Рвота не было Ну, не знаю Что Проверим Прошлую операцию Мне делали за уши Вот эти патчи Они помогали Вот это Не знаю Ну, чувствую Запах мяты идет Еще откладывается Еще сказали 45 минут ждать Этот специалист Едет аж с этого Сайдах С Кардолен В Спакене Не нашлось Специалистов По этому По письмейкеру Что Как стала говорить Сразу голос Пропадает И еще интересно Это уже второй раз Когда Делают Кардиограмму Раньше же Они привозили Такой монитор А сейчас Они прям Компьютеру Подключают Эти проводки И все Через компьютер Делают Кардиограмму Вот этот запах Что-то меня уже стал Раздражать Так, я уже дома Была вторая По очереди Так как ждали Специалиста По письмейкеру Она ехала Аж С соседнего штата С Кардолен Так Ну Дали мне там Обезболивающее Спину тянет Низ спины Сильно тянет Такое ощущение Не очень приятное Был разрез Не проколами Разрез Где-то Два Ильча Это примерно Четыре сантиметра Наверное Да Вот так Они сейчас Не дают Ни Корсет Ни Челки Челки эти Компрессионные Мне ничего не одевали Сказали Нельзя ничего Подымать Шесть недель Больше там Трех паундов Нагинаться Резко Поворачиваться Сидеть Сидеть Вроде как можно Но можно Но я не буду Подолгу Сидеть Так Ну вот так вот Сейчас А Там в больнице Дали мне крекер Потому что обезболивающее Нельзя На голодный желудок Крекеров Несколько съела Я сейчас Домой приехала Уже обед Бульон 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 пью Так Покушала уже не просто бульон А бульон именно с курочкой Несколько крекеров мне Виктор дал И выпила обезболивающее Ой Очень сильно болит спина Так Валяюсь Здесь лежу Уже Десятый час Пару раз засыпала Просыпалась Очень больно ходить В спине Ноги вроде нормально Я даже до кухни Не смогла дойти Вот хожу В туалет И обратно Благо что Туалет рядом Из комнаты Вышел И все И сразу И это Короче Это единственная Первая такая операция Когда больно ходить После всех операций Я вставала И шла На кухню Сама там могла Покушать Это очень больно И хорошо Что Виктор Мне все приносит Кушать Там пить Чай Вот так вот Обезболивающие Выписали Уже завтра Наверное Вам там что-нибудь Покажу Расскажу Все-таки Видите Мышцы Я думала Проколами будут Нет Они сделали Разрез Двоинчи он сказал Примерно Разрез Очень тяжело ходить Какая-то боль Сразу в спину Такая идет Так что вот Даже из комнаты Не вылази Вообще Так Это второй день Но я уже просыпалась Так Сейчас сколько Восемь часов Я где-то часов шесть Здесь проснулась Съела Пол бананчика Чтобы Выпить Таблетку А творожок Чуть-чуть Навела и слушайте себе Творог Чуть-чуть Сметанки Там чуть-чуть Сахарка Вообще Мне как стало тошнить Три ложки Съела и все Чего же На улицу хочешь Ой На улице Такая вот красота Ну зато Ну зато сегодня Вот хожу уже Видите Вчера даже Не могла вообще из комнаты выйти Не выходила Ну на обезболивающих Конечно обезболивающих Надо пить Там каждые четыре часа Реально Ой На улице Как хорошо Слушайте Вон это Гадзибу установили Тоже у меня есть Отдельное видео Потом Выпущу как-нибудь Что-то с голосом А ну мне же Они трубку вставляли И сказали Пару дней Вот так вот Будет там першить В горле Голос даже Поменялся Чуть-чуть Я знаете В одном из видео В последующих Днях Расскажу вам Этот Диагноз И почему пришлось Делать операцию И зачем Вытекает И как я думаю Почему это Происошло Рова Оро bombers Ади Ади Белка Я даже не видела Белка Обычно за белками Так скачет Ну что вы там Мои Рыбулечки Плаваете Свет включить Такс Вот свет загорелся рова там стоит ждет кого-то дарова кто там соседи с детьми в такую ран 7 часов они уже гуляют детям не спится ровно побежал на разборке там еще собака так у меня сегодня третий день но спала так я в принципе хорошо пару раз может быть вставала ночью уже всю ночь без обезболивающих вчера у меня был такой день ужасно я столько обезболивающих выпила даже не знаю там они с это с госпиталя звонили я говорю там у меня болит спина ингредица место но четырех часов интервал чтобы был делать два часа но что-то вот эти слабенькие которые они мне выписали кстати американский бупрофен который в таких больших таблетках он это лучше так прям снимает боль хорошо так что вот вчера вообще у меня был тяжелый день сегодня третий день но тоже вот и утром еле-еле расхаживаюсь ночью все онемело у меня одна нога вторая нога вот сейчас хожу так что хотела почему у меня такие боли да потому что я смотрела столько видео грыжу удалили и все у людей на следующий день уже ничего не болит мне они еще там подпиливали кости ну что-то такое там он сказал какие-то разрастания у меня и горит будем подпиливать так что вот поэтому все болит ну потом если еще будет в течение дня что-нибудь происходить расскажу это мой видео дневник моей операции после это после удаления межпозвоночной грыжи так что это сегодня тоже навряд ли я это расскажу несколько дней пройдет и я так немного расскажу об этом там что почему да как почему на операцию решилась кстати хочу сказать очень мало видео людей именно блогеров кто бы снимал есть несколько человек в интернете все но они не блогеры просто они выпустили свои видео когда им удалили вот это да грыжу и все ну там когда грыжа там еще идут всякие сопутствующие заболевания то стеноз то протрузии там кого-то могут после образоваться может 2 грыжа образоваться и в основном это видео врачей из наших стран я пересмотрела очень много видео как это все проходит когда нужно делать когда не нужно но блогеров вообще или просто наверное не снимают такие видео очень жаль такие видео были бы вот в пользу как у кого протекает одного только я нашла человека но он тоже чисто снимал после своих операций там у него всего несколько видео а еще одну нашла женщину в англии живет в принципе все больше youtube мне не дает никаких рекомендаций на вот такие вот видео чего рова рова не понимает почему я к нему нет не опускаюсь и же всегда вот когда он стоит в такой позе я к нему опускались мы с ним так нюхались до чего вались сейчас смотрит на меня вчера весь вечер за мной бегала так и стоял с тушканчиком а мама нагинаться не может крово все лежит меня тут караулит да мама спит и он спит ой сама знаете что тяжело ложится и вставать с кровати вот это я ненавижу это так больно дорожка дядя мой сладкий песик мой обед на сегодня вот бульончик подогрела с курочкой и ягодок захотелось это пришла посылка с амазона вчера электро щетку и такие да ну на день рождения заказала ему всегда много там делаю разных подарков таких чтобы было много казалось до всего по чуть-чуть забыла добавить что хоть у меня стоит здесь стульчик да но я кушаю сейчас только стоя это мой обед это такая вкуснятина знаете это виктор на тик токи взял рецепт капусту режешь прям вот целый качан но это он летис взял и в мое цель яйца обмакиваешь и жаришь это такая вкуснятина там яйцо разводится с молоком с мукой чуть-чуть думаю как в разрезе показать вот видите вот это сверху до покрывается такой вот как бы шкуркой а внутри она тоже пропитывается туда прям между капустой затекает и все прожаривается очень вкусно никитки дали такую форму сегодня выпускной его будет воскресенье ой какой красивый никита да молодец а вот эта рамка которую заказывали там будет high school диплома фотография никиты на так уже шесть часов рова все время под ногами у меня слушай рова я еле держусь и ты еще меня вы это вынесла себе кефирчик сделала но это не кефир это моя вот закваска уже немного выпила так вкусно вот виктор новые перила сделал зря время не теряет вообще он взял по уходу за мной у них на работе вот на некоторых да можно брать как бы вот если член семьи там болеет после операции вот он там две недели у него по уходу за мной так скажем потом еще есть у них такая система допустим ребенок рождается в семье да здесь же нету таких вот декретных у женщин там по долгу всего несколько недель то дают допустим три месяца может муж взять и быть с ребенком да а потом допустим еще там три месяца жена берет его до полугода ребенок с родителями потом уже конечно по любому они отдают в садике или куда-то или нянечек нанимают вот у нас тут соседи с двух сторон они нянь они одна нянечкой работает подрабатывает а к другим приезжает тоже нянечка вот так вот как-то еще хотела сказать я же все кушаю и пью только стоя а садится очень больно и вот очень удобно что вот сюда я выхожу что-то попить ставлю до на перила а дома у нас на кухне вот этот островок гранитные он тоже высокий потому что стол низкий и но я бы не смогла кушать а вот так я все кушаю стоя все улетела так хотела заснять эту бабочку махагон она постоянно тут одна пролетает все ее не видно уже пока не спускаюсь вот по этим ступенькам на улице но дома уже спускалась туда в бейсмент надо было мне там что-то и на второй день и сегодня но спускаться знаете нормально а подыматься больновато что у нас тут с погодой сегодня сегодня так прохладненько даже можно сказать холодно но сейчас 7 утра может быть все прогреется сегодня все так же как и вчера самочувствие но главное не хуже главное не хуже пью также обезболивающее ночью пришлось вставать там чуть-чуть это перекусить чтобы пить обезболивающее не на голодный желудок сейчас еще буду что не так быстро как оказалось и как я думала вот эти разрезы конечно которые на мышцах они очень не затянут очень сильно тянут и у меня три беды это лечь в кровать это стать в кровать и стать с кровати и третье еще всем известное да сходить куда тоже надо садиться ну а что это вот правда жизни так вот получается так чё еще хотела такие цветочки у меня это мама с папой мне сейчас привезли орхидею это илюша дарил и вот никитки тоже они подарили букет гвоздик с окончанием школы сегодня пятый день после операции даже не знаю чё сказать почти такой же день как и вчера были два сложных дня это 2 3 вчера так может быть полегче но опять таки я у меня стоит здесь ноутбук я смотрю видео у кого когда еще нашла там некоторых людей кому делали эту операцию что по идее после операции не должно быть вообще сразу болей но может только шов вот этот операционный болеть у меня что-то боль в ногах в одной ноге в правой уже какой второй или третий день короче не знаю у меня вызвали в госпиталь на прием вот хирургу который делал мне операцию раньше чем положено то они назначили через шесть недели это назначили через две недели не знаю что да почему сегодня дождь у нас на улице так прохладненько но так хорошо так свежо смотрела новости там те штаты вот нью-йорк висконсин да в той стороне там у них пожары идут и говорят запах какой-то едкий но у нас вообще пожары каждый год уже на на лет семь-восемь запах обычно такой как вот запах костров говорят что что-то там происходит здорово рова смотрите он любит вот так вот вниз вылазить и смотреть слава богу у нас пока все небо чисто все нормально это уже пятый день походила немного попила там чай с сыром хочу рассказать о том как в кровати можно лежать лежать можно на боку на спине на животе они говорят но получается только на боку на левом или на правом на спине очень не то что лежать тяжело а тяжело лечь на второй день когда они позвонили с госпиталя я сказала что там у меня болит это они сказали можно лед приложить и вот мне пришлось лед а как он будет держаться пришлось на спину ложиться до еле-еле этом пролежала но это было очень тяжело и вчера какой четвертый день получается это уже легла на спину вчера уже в принципе когда лежишь нормально на спине даже сегодня ночью вроде на спину немного ложилась но тяжело лечь так потихоньку потихоньку нужно так переворачиваться ноги перекручивать да вот так на подымать чтобы лечь на спину поэтому в основном лежу на боку на левом на правом тоже развернуться с одного на второй бок почти нереально приходится встать и просто лечь на другую сторону кровати чтобы вот с правой стороны с левой стороны допустим на правую лечь ну короче вот как-то так и еще значите третий четвертый день вздутие живота была очень сильная сегодня поменьше но тоже есть так что не знаю то ли это какие-то осложнения то ли так должно быть но сегодня вообще-то поменьше да наверно значит уже начинают вот эта отечность спадать слушайте кто досмотрел до этого момента благодарна всем вам что вы столько смотрите потому что там уже впереди наверно на снята не знаю на минут 25 на полчаса видео но смотрите до конца потому что это все видео как бы я описываю да что и как происходит в какой день и потом опять таки я еще не рассказала полностью как что почему да там пришлось прибегнуть к операции и так далее на это надо тоже много уйдет минут ну так что оставайтесь со мной и пишите свои комментарии истории очень бы хотелось а кстати когда смотрю людей те кто выставляют такие видео до про удаление межпозвоночной грыжи и там другие люди пишут свои истории очень интересная правда с удовольствием читала истории находила что-то похожее что у меня есть там чего не было поэтому я уверена что из моих зрителей 50 процентов на на это точно потому что сейчас такое время до люди страдают заболеванием спины это грыжа это протрузии это стеноз поэтому если у вас эти есть заболевания если вы лечились или в данный момент что-то делаете или ждете операции обязательно пишите будет очень интересно читать ваши истории ну как-то вот пообщаться именно на эту тему так что жду ваших рассказов 1 не буду пугать людей хотела себя показать потом думаю ладно я вчера кстати первый раз помылась вообще не говорят через два дня уже можно мыться на пятые сутки у меня сегодня пятые сутки можно снимать вот этот наклейку да ну что-то я сегодня не сняла наверное завтра я боюсь снимать короче не знаю завтра надо точно снять посмотреть у меня знаете иногда такое ощущение что там шов разошелся как-то вот встаю или ложусь и кажется что там что-то разошлось ну не знаю это у меня в голове наверное такое смотрите что вот я себе первый раз сегодня на пятый день смогла приготовить это творожники у меня был творог я его приготовила еще до операции но что-то творог не пошел намешала там сметанки чуть-чуть добавила сахарка но не пошел творог и решила вот сделать себе творожники три штучки вот замесила манки немножко добавила вот это мое первое приготовление за пять дней но я быстро знаете так замесила раз все поджарила и вот это сверху это клюква джем из клюквы зеленый чай заварила в принципе я уже покушала свой бульон выпила куриный курочку съела знаете так вкусно у нас растет вон там этот чеснок свежий виктор вырвал чеснок я добавила чеснок я никогда и не ела куриный суп со свежим чесноком как это вкусно укроп еще прям с удовольствием съела тарелочку но знать еще что-то захотелось все это вот мой последний ужин и на завтра там еще осталось еще три творожника сделаю так что готовить тоже ну тяжело поэтому не получится сейчас знаете что-то там выготавливать так вот быстро что-то сделать семья у меня там есть тоже свою еду у них там наготовлено виктор готовит жарит мясо я вот так вот захотелось творожников мне кстати погода великолепная дождь же шел так все свежий свежий воздух свежий ну что хочу сказать все это тяжело да вот это будет даваться готовка потому что нельзя не наклоняться не из там поворачиваться резкие движения скручиваться особенно наклоны а наклоны это все до наклоны это получается в морозильник нужно наклоняться в посудомоечную машину чтобы сложить ту же посуду и вытащить надо наклоняться стиральные машинки сушилки также нужно наклоняться ну короче это капец одна из важных таких этих хотела сказать что видите я вышла кушать на перила потому что это высоко на высоте примерно чуть ниже моей груди поэтому мне здесь удобно стоять и кушать что хочу сказать такие вкусные творожники получили слушайте давно я их очень редко делаю я в основном делаю творожную запеканку это даже пришлось рецепт посмотреть чтобы они у меня не развалились чуть не сказала не разварились очень вкусно вступление от видео помните я показывала когда-то снимала что-то это соседская собака там загрызла этого щенка он до сих пор у них все время бегает на улицу вот он там в заветку убежал его не видно и хозяева его не пускают в дом представляете и он только подбегает туда наверх подымается вон он вон он черный такой бегает подымается вот он вот он и все ему там дают еду она иногда спускается но они его даже туда на порчу не пускают там у них такие такая калиточка наказали собаку ловочка сидит зайка мой сегодня седьмой день ровно неделя прошла после операции вот захотелось каши впервые сделала себе кашу овсяную а там клубника блюбери и здесь цикорий вышла вот на улице опять покушать кушаю стоя как вам и говорила и уже честно говоря и забыла как это делается сидя так хочется сесть посидеть может такое ощущение что пол жизни я не сидела вчера шестой день вообще ничего не снимала потому что ну потому что кушала спала ходила опять спала но вчера у меня первый день когда я выпила всего только две обезболивающих таблетки утром и вечером а сегодня вообще еще не пила обезболивающие таблетки так что вот как-то так и сегодня планирую если все нормально будет чуть попозже рассказать об этой операции